Ли Мин Хо, более известный как Ли Ноу, участник известной корейской группы Stray Kids, талантливый танцор, вокалист и огромный любитель котов. Долгое время он выступал на сцене в составе подтанцовки, но в конце концов все-таки решил выбрать нелегкий путь айдола. Сегодня мы расскажем, как живет и сколько зарабатывает Ли Ноу из Stray Kids. Без сомнений, группа является одной из самых популярных мужских кей-поп-групп четвертого поколения. Это подтверждается огромным количеством наград на музыкальных премиях, выступлениями за границей и сильной поддержкой иностранного фандома. На 2022 год чистая стоимость активов Ли Ноу приблизительно от 1 до 2 миллионов долларов. Он является активным участником группы, который постоянно участвует в новых проектах, снимается для рекламных компаний разных брендов, а также пишет песни. Более 10 песен зарегистрировано под его именем, и парень продолжает все больше и больше совершенствоваться. В марте этого года группа вернулась с успешным заглавным треком Maniac, а новый альбом Ordinary смог побить их прошлые рекорды. Многие айдолы JYP Entertainment продолжают жить в общежитии даже после глобального успеха, и Stray Kids не исключение. Сразу же после дебюта Ли Ноу делил комнату с Бан Чаном, Хэн Джином и Сэн Мином, но совсем недавно группа переехала в другое, более просторное место. В новом общежитии айдол живет с самыми младшими участниками, Феликсом, Сэн Мином и Айэном, где у каждого есть своя комната. В доме у артистов есть свои обязанности, и Ли Ноу отвечает за уборку. Романтические отношения кей-поп айдолов – это целый скандал и хейт, поэтому большинство знаменитостей предпочитают скрывать свою вторую половинку, даже если она и есть. Агентство Stray Kids JYP Entertainment известно тем, что запрещает артистам встречаться в течение трех лет после дебюта, чтобы они уделяли все свое время работе. Наверное, именно поэтому, по официальной информации, все участники группы свободны и никогда ни с кем не встречались. Но фанаты все равно строят догадки, и хотя Ли Ноу второй старший мембер, он редко попадает под подозрение, даже несмотря на то, что знаком со многими артистками, как со своего агентства, так и из других. А все потому, что он практически никогда не показывает особой заинтересованности в девушках, скорее всего, чтобы избежать скандалов и беспочвенных упреков. У него нет идеального типа девушки, которую он хочет видеть рядом с собой в будущем. Главное, чтобы им было комфортно друг с другом, и они всегда могли найти общие интересы и темы для разговоров. А пока ему достаточно его кошачьей семьи, которая состоит из Дуни, Дори и Суни, которых он просто обожает. Однажды Феликс и Сын Мин забыли их имена, и Ли Ноу был настолько обижен, что парням даже пришлось извиниться. Только взглянув на индивидуальный фанкам Ли Ноу, можно понять, что Айдол невероятно талантливый танцор. Его движения всегда очень четкие, но он делает их настолько непринужденно, что, кажется, каждый может их повторить. Конечно же, это не так, ведь хореографии песен Stray Kids являются одними из самых сложных в индустрии. Парень работал над большинством из них, в основном над заглавными треками. Он является частью танцевального саб-юнита Дэнс Рача вместе с Хенджином и Феликсом. Кроме того, он постоянно помогает другим ребятам разучивать новые танцы, указывает на недочеты и дает советы. Фанаты часто шутят, что никогда бы не рискнули танцевать перед Ли Ноу, ведь от его взгляда не спрячешь даже незначительную ошибку в движении. Но в этом нет ничего странного. Айдол занимается танцами с детства и некоторое время даже танцевал в составе подтанцовки вместе с всемирно известными BTS. Его можно увидеть в клипе Not Today, на страницах фотобука группы и на разных выступлениях 16-17-х годов. По словам Мин Хо, это был очень ценный опыт, и он до сих пор помнит каждый танец, который ему приходилось исполнять. Хотя парень не был сильно знаком с участниками группы, после его дебюта они все равно поздравили его и с интересом наблюдали за его выступлением. Stay, фанатам Stray Kids, хорошо известно, что Ли Ноу – это всего лишь сценический псевдоним. Он специально изменил имя, так как оно очень часто встречается в Корее, особенно в сфере шоу-бизнеса. Настоящее имя айдола – Ли Мин Хо. Оно идентично имени корейского актера, наиболее известного благодаря ролям Гу Джун Пё в «Цветочках после ягодок» и Ким Тана в «Наследниках». Как объяснил айдол, он выбрал Ли Ноу, так как оно напоминает его реальное имя, а частица Ноу, что переводится с английского «как знать», показывает, что он хорошо знает себя и своих фанатов. Хотя новенькие фанаты часто принимают Ли Ноу за молчаливого интроверта, парень на самом деле очень активный и смешной. У него уникальное чувство юмора, поэтому его шутки не всегда всем понятны. Так как он часто ведет себя очень непредсказуемо, кажется, что другие мемберы его боятся. Это не относится к Хенджину, который не упускает возможности позлить и подшутить над старшим, чтобы посмотреть на его реакцию. Каждый раз Ли Ноу угрожает айдолу зажарить его во фритюрнице или накормить салфетками, съедает его сладости и подставляет в играх. Однако, по словам фанатов и самих участников, на самом деле танцор очень хорошо относится к другим людям, и даже когда сильно злится, он не кричит и не лезет в драку, а предпочитает решить конфликт мирным путем. Он быстро забывает обиды и может вспомнить прошлую стычку в шутку, но это не делается злонамеренно. Как второй старший участник Stray Kids, он всегда помогает заботиться о младших. Айдол всегда выслушает, поэтому если кому-то нужен совет, скорее всего первым человеком, к которому пойдут участники, будет Мин Хо. Стэй часто шутят, что он настоящая мамочка шестерых детей, а Бан Чан – лидер группы их папа. Хотя так и не скажешь, у Леноу очень доброе сердце, так как он часто поддерживает благотворительные организации. Совсем недавно одна из компаний, которая жертвует свою прибыль на помощь бездомным животным, получила огромное количество заказов именно от поклонников Stray Kids. Все потому, что многие захотели такое же украшение, как у Айдола. Он целенаправленно покупает такие вещи, как у маленьких компаний, чтобы привлечь внимание к глобальным проблемам. Известно, что всю свою жизнь Леноу совершенно не умел плавать. Парни часто подшучивали над ним по этому поводу, но однажды решили помочь ему и научить плавать. Во время съемок SKZ Song Camp Hole in Harmony Чан Бин, Феликс и Леноу отдыхали, плавая в бассейне возле дома. Но если первые два участника постоянно ныряли, прыгали и плескались в воде, Мин Хо большую часть времени проводил на надувном круге. В конце концов, Чан Бин предложил старшему научиться плавать, держа его за руки и давая подсказки. Вскоре к ним присоединился и Феликс, который уже поддерживал ноги парня. Хотя нельзя сказать, что сейчас Леноу плавает хорошо, все-таки его навыки определенно улучшились. Очень часто айдолам приходится жертвовать своим здоровьем или переступать через свой страх, для того, чтобы показать отличное выступление. Не секрет, что фобией танцора Stray Kids всегда была высота. Поэтому, когда группа появилась на кей-поп-фестивале в Чан Воне, многие фанаты очень забеспокоились о Леноу. Дело в том, что сценой послужила одна из самых высоких открытых крыш в Сеуле. То есть им пришлось выступать на высоте сотни метров над землей, к тому же еще и после дождя. При внимательном просмотре выступления можно увидеть, что Леноу постоянно смотрит вниз и не танцует в полную силу, как обычно. Несмотря на это, айдол получил огромную поддержку от фанатов, которые похвалили его за то, что он смог побороть свой страх ради них. Но когда-то Леноу был никому неизвестным школьником Мин Хо, мечтавшим о славе и признании своего таланта. Родился будущий певец в городе Кимпхо 25 октября 1998 года. С детства он мечтал о карьере айдола, поэтому серьезно занимался танцами и ходил на прослушивания. Однажды он даже попал в кадр документального фильма от Nat Geo People, который был посвящен кей-попу. На тот момент 16-летний Леноу в нескольких секундах показал небольшой танец и сказал, что мечтает стать певцом. Так и случилось, но через несколько лет. Парень присоединился к JYP достаточно поздно, поэтому стажировался меньше всех. Несмотря на это, он стал участником шоу Stray Kids, в результате которого образовалась одноименная группа. На сегодняшний момент Леноу – один из самых популярных участников, на которого равняются многие в кей-поп индустрии. Вот и все на сегодня. А какие еще факты вы знаете про Леноу? Делитесь в комментариях.